Кажется, пришло время платить. Вот только уже не за коммунальные услуги. Судебные исполнители, старший участковый инспектор и сотрудники ЖУ-10 в дом номер 58 по улице Рокоссовского сегодня пришли целенаправленно с судебным решением о принудительном выселении. Но в 43-й квартире никого нет, потому дверь вскрывают при помощи монтировки. В этом жилище уже давно нет ни света, ни тепла. Без коммунальных благ здесь обходились с 2016 года. Основная задолженность накопилась весомая – более 5000, плюс еще пеня. Без малого – 2600 рублей. При вскрытии дверей видели две пока повестки. На самом деле этих повесток было на порядок больше. И эти повестки неоднократно вывесились на дверь. Уже даже убирали, чтобы не было мусора перед дверями. Насколько известно, один из проживающих в этой квартире находится за пределами страны. Между тем, целая кипа повесток и извещений лежит по эту сторону двери. О возможном визите хозяев говорит и расстановка некоторых вещей. Например, кружка с заваркой и вскрытая банка с вареньем. Чтобы убедиться в подозрениях, идем к соседям. Мы за два года живем, но за два года ни разу никого не видели. Ни разу за два? Там вот в суде, потому как скрыли, кто-то как будто бывает иногда. Ну, как бы у нас было предположение, что там кто-то бывает, но не видели ни разу. Согласно закону, если должник в квартире отсутствует, специалисты составляют так называемый акт описи. В документе фиксируют фактически каждую вещь. От холодильника и телевизора до книг и содержимого старой косметички. Что же касается самой процедуры выселения, явление нередкое. Эта квартира у судебного исполнителя Анастасии Зуб за последний месяц третья, четвертая на подходе. Копии актов мы высылаем сторонам в обязательном порядке, для того, чтобы они уже были извещены и знали о том, что произошло выселение. По истечении двух месяцев после этого всего, если имущество передается на реализацию, то если должник не появляется. Если же должник в течение отведенного срока все-таки объявится, он вправе забрать свои вещи. Но пока они будут храниться в ЖУ, сама квартира переходит в статус арендного жилья. Теперь главное, чтобы следующие жильцы не забывали платить по счетам вовремя. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруиск, 360.